В Израиле появился еще один новый вирус. В связи с этим ВОЗ провела экстренное совещание и объявила международную чрезвычайную ситуацию. Тем временем люди все равно не спешат пойти на вакцинацию. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение на мировом уровне из-за распространения оспы обезьян. Вирус выявлен сегодня в 47 странах. Число инфицированных достигло 16 тысяч человек. Один месяц назад заразились только 3 тысячи человек. Специалисты утверждают, что обезьянье оспа не представляет угрозой для жизни человека и пока не относится к категории эпидемии. А генеральный секретарь ВОЗ Тедер Сатханом Гибриисус считает, что обезьянье оспа быстро распространяется по всему миру. Поэтому я объявил чрезвычайное положение на международном уровне в области общественного здравоохранения. Сказал, что лучше быть осторожными. После объявления международного чрезвычайного положения Европейский Союз одобрил вакцину против оспы обезьян. Потому что, по последним данным организации, в Африке от обезьяни оспы погибли 5 человек. Об этом сообщает агентство Reuters. Сейчас прививку может вывести на рынок фармацевтическая компания из Дании. Вакцина, разработанная Bavarian Nordic, называется Imonex. А в Японии зарегистрирован первый пациент, зараженный оспой обезьян. Пациент недавно приехал из Европы. Сейчас он находится в больнице. Министерство здравоохранения страны распорядилось, чтобы тест, определяющий оспу обезьян, лекарства от болезни и вакцина должны быть срочно подготовлены. По словам врачей, ранее применявшаяся вакцина против оспы до сих пор используется и против оспы обезьян. Изначально будут прививаться только те, кто находится в отношениях с пациентом. В столице Индии, Нью-Дели, один человек заразился оспой обезьяны. И в этой стране число заболевших достигло 4 человек. Неизвестно, откуда больной заразился этой инфекцией. По словам врачей, его состояние умеренное. Китай усилил меры профилактики. Власти страны заявили, что пошли на такой шаг для недопущения ввоза обезьянь и оспы в страну лицами, пересекающими границу. При наличии симптомов люди должны сообщать в государственные органы. Об этом сообщает главное таможенное управление КНР. Как уточняется в документе, при подозрении на наличие на борту транспортного средства, пересекающего китайскую границу зараженных людей, все пассажиры их вещи и груз должны пройти специальный досмотр. Новые меры контроля будут действовать в течение ближайших шести месяцев, говорится в сообщении. Новый тип коронавируса, известный как кентавр, достиг территории Израиля. Как правило, заболевание впервые выявили у граждан, которые в последние недели находились за границей. Сейчас все больные взяты под контроль. Пока специалистов тоже мало, но поводов для ажиотажа нет. Сейчас он тщательно изучается. Вирусологи также утверждают, что новый штамм не сильно отличается от омикрона и не может быть супервирусом. Нет сведений и о том, что кентавр обладает высокой способностью обходить иммунную защиту. А для того, кто ею заразился, часто проходит болезнь легче. Однако врачи призывают людей не забывать о том, что единственным способом защиты от коронавируса является вакцина. Министерство здравоохранения Израиля также призывает жителей ввести бустерную дозу. Других ограничений нет. Эпидситуация в Германии ухудшается. За последние сутки коронавирус выявили у 92 тысяч человек. Министр здравоохранения и вирусологи просят власти ввести ограничительные меры. Сейчас обсуждается возвращение режима ношения маски. Сегодня маски востребованы только в общественном транспорте. Есть и те, кто предлагает ввести повторный карантин. Прогнозы экспертов неутешительны. Говорят, что по окончанию курортного сезона уровень заболеваемости может резко возрасти. При этом главный врач страны призывает жителей до осени получать четвертую дозу прививки от коронавируса. Сегодня ею привиты более 7 миллионов человек.